Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот и так, встреча, судя по данным издания КОДА, должна состояться уже 15 ноября. В чем вы видите важность этой встречи? И вот зачем, возможно, особо пристально следует наблюдать во время переговоров с И.Байденом? Встречу инициирует Китай. Китаю нужно время, Китаю нужны западные рынки для подготовки к военному конфликту с Западом. Потому что, конечно же, если читать вот эти все коммуняки и так далее, то лучших друзей, чем США, так Китай, в мире не найдешь. Но реальность, к сожалению, такова, что все-таки оформляется вот эта ось зла, которая уже включает в себя Китай, Россию, Северную Корею. Слышно меня? Слышим, но не видим. Слышно, а теперь видно? И теперь и слышно, и видно. Смотрите, Китай, Сирия, Иран. Фактически, речь идет о том, что Китай начинает, уже начал гибридную войну против Запада руками России. Ирана того же, речь идет о поддержке все-таки России для того, чтобы она не проиграла войну. Иран – это, соответственно, Израиль. Дальше, я думаю, что будет речь идти о том, чтобы разморозить конфликт на Северной Корее. А потом все-таки Китай будет в последнюю очередь забирать себе Тайвань. Потому что, когда у нас часто думают, что Китай думает об экономике и так далее, но они считают все-таки, что они нужны править миром. Что у них лучшее общество создано для управления всем миром и так далее. Тем более, что даже в американской разведке, в американских аналитиках уже идут прямые обсуждения о том, когда начнется война с Китаем. Уже даются приблизительные сроки. Это 27-й, 30-й год, может быть, 35-й. Поскольку Китай, скорее всего, сейчас увидел слабость России, увидел слабость вооружения, в том числе российского, которое у них-то было в основном-то и на вооружении. Увидел некоторые вот эти вот слабости, то есть стратегии, которую они брали. Я думаю, что они сейчас любыми способами стараются просто оттянуть время. В прошлом месяце к Си Цзиньпину приезжал Путин. Был форум один по С1 Путь. И Путин там был в каком-то стрессовом состоянии. Много говорил об Украине. Байдена в Россию приглашал на блины, если помните. Скажите, Тарас, а вот есть ли какая-то последовательность в этих визитах? Путин, Си, Си, Байден. Это что-то необычное или это вообще не стоит связывать? Ну, там отдельная история. Россия пытается решить свои проблемы. Я не исключаю, что проблема в том, что они пытаются... Ну, они пытаются, опять же, Путин уже фактически признает своим вассалом, что он является вассалом Китая. Ищет дополнительную легитимность в том, чтобы быть переизбранным в России. И поэтому то совершенно другая история. Китай пытается выкачать из него еще те технологии, которые являются... Те, которые Китай еще не может сделать, но очень хочет получить из России. Это, например, строительство атомных подводных лодок. Китай это еще не может пока делать. Передача технологий реакторов на быстрых нейтронах. Еще выгрести все, что только возможно из России по военным разработкам, которые только еще возможны. Я не исключаю, что речь идет в том числе о передаче Китая части ядерного арсенала. Потому что Китай в идеале не хочет тратить деньги на производство ядерного оружия, которое очень дорогое в производстве. Ну, а лучше забрать у России. Ну, и многое-многое другое. То, что интересно Китаю. А Россия готова его отдать? Ну, так они уже сдают фактически страну. То есть, Путин и так уже фактически является. Ну, у них очень много в действительности этого ядерного арсенала по сравнению. У них же паритет с Соединенными Штатами приблизительно. А дальше другие страны ядерные не стояли рядом с Россией, с Соединенными Штатами Америки. Ну, вот в США приблизительно 5, по-моему, тысяч с половиной тысяч боеголовок. Да, в России 5, по-моему, тысяч боеголовок. Ну, дальше для сравнения. Такой ядерной стране, как в Китае, ну, официально говорят, около 500. Ну, разница фактически в порядке. Да, ну, может, там они наращивают, может быть, тысяч. Все равно в пять раз меньше. Ну, в Британии, например, 600. Во Франции приблизительно 500. Ну, в Пакистане, может быть, 100-200. В Индии тоже приблизительно столько же. Ну, и в Израиле, у которой всегда отрицают, что у него есть ядерное оружие, но по образному выражению Голдемейр, когда у нее спросили, есть ли у Израиля ядерное оружие, она сказала, ядерной бомбы у нас нет, но если нужно, мы ее применим. Ну, приблизительно у Израиля оценивают в 100 ядерных боеголовок. Ну, как бы, ну, Россия, в принципе, для себя безболезненно могла бы передать 500, например, даже тысячу, то есть для того, чтобы усилить военный потенциал Китая. Поэтому, ну, ситуация вот такая. То есть, если резюмировать вот эту встречу, как я вам говорю, все равно мир движется, я считаю, высока вероятность, что мир движется к войне. В первую очередь столкновению между Китаем и Соединенным Штатом Америки. Вот эта ось зла, которая уже сформировалась, это уже американцы заметили. Вот есть хорошая книга Герберта Маккартура, бывшего советника Трампа. Он давно уже говорил, что вот этот мир, который выстроил Киссинджер и Никсон в 73-м году, он рухнул. Авторитарные страны стали сотрудничать между собой и фактически формируют блок, блок вот этих стран, которые ненавидят свободный мир. Они основываются, им даже идеология не нужна. Идеология заключается в том, что ненависть к Западу. У Китая есть, они уверены, что они, в том числе, благодаря IT-инструментам, они смогли построить совершенно другое общество, которое лучше, более управляемое, чем западное общество. То есть, вот так вот. Вы знаете, ну на месте России стоило было задумываться, если они действительно захотят передать какие-то такие технологии серьезные или ядерное оружие, да? Потому как, ну мы вспомним, как Китай, совершенно не стесняясь, называет уже тот же Владивосток, пишет на своих картах, там, Хушенвэ, если не ошибаюсь, да? И так далее. То есть, они уже, ну, не прикрыто, как бы показывают то, что, ну, Россия это сырьевой придаток. И, ну, как бы, ничего другого не будет, никакой другой судьбы ни для России не готовят. Ну, смотрите, это все лирика, то, что мы говорили. Ресурсы, они, еще интересно кое-что забрать из России, да, как в качестве такого сырьевого придатка, но и, судя по всему, российская элита уже с этим смирилась и с этим готова уже жить. А возвращаясь, вот, все-таки к саммиту 15 ноября, вот, власти США направили приглашение на этот саммит в Сан-Франциско всем участникам ОТЭС, включая Россию, да? И об этом на брифинге сообщил представитель Госдепа Мэтт Мюррей. Он уточнил, что США в качестве принимающей стороны будут действовать в соответствии с духом и принципами ОТЭС, а также в соответствии с законами и нормами США. Ну, и накануне в Кремле уже заявили, что Российская Федерация будет представлена на должном уровне. Тарас, вот как вы считаете, приглашение России, да, это правильное решение? И кто там может поехать, представлять страну? Ну, Лавров, наверное, поедет. Там, в принципе, некому больше ехать, если поедет еще. Потому что вы должны за все понимать, дипломатический протокол – это такая хитрая вещь. Американцы могут исходить из того, что да, там, ну, по протоколу надо всех пригласить. Но доедет ли еще этот человек? Там же разными способами можно дать понять, что присутствие этих людей нежелательно, да. Ну, например, как они делали, когда Лавров поехал в Нью-Йорк, они, например, половине делегации просто визы не выдали. Да, вместе с журналистами там было. Так, чтобы поунижать, поунижать, чтобы Лавров там как оплеванный ходил, чтобы ему показали его место. То, понимаете, это же там способов показать, что ты никто и звать тебя никак. Тебя тут только держат из-за того, что, ну, есть какие-то принципы, которые ты всегда отрицаешь, да. Вот, поэтому, поэтому я думаю, что это так. Потому что, ну, по-другому это не будет. Ну, теперь еще о важных событиях и решениях для Украины. Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, да. Но Киев должен выполнить часть еще невоплощенных реформ. Владимир Зеленский отреагировал на это событие и сказал, далее я хочу процитировать, «Несмотря на все сложности, мы движемся вперед и уже в декабре ожидаем политического решения от Европейского Совета». А вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина хочет доказать свою готовность к началу переговоров до заседания Евросовета 14 декабря. Вот, Тараш, что вы можете сказать о нынешнем этапе Украины на пути в ЕС? Ну, смотрите, Украина-то, может быть, хочет, да, и готова. Вопрос, сможет ли ЕС принять Украину? Потому что ЕС, это все-таки речь идет об экономике. Деньги для, например, дотации Украине нужно будет огромные. Украина самая большая страна в Европе, да, и там дотации реально могут достигать до 50 миллиардов евро в год, да. Вот, есть ли эти деньги в ЕС? Поскольку после того, как им отрубили дешевый российский газ, немецкая экономика чувствует себя не очень хорошо. Рецессия вообще очень сильно там маячит впереди в странах ЕС. Дальше, чтобы деньги, дотации где-то найти, это надо у кого-то их забрать. А те страны, которые будут забирать, не захотят этого сделать по разным причинам, потому что им деньги и так нужны. Вот, дальше мы должны понимать, что есть риск Венгрии, которая всегда будет торпедировать любые устремления Украины, выкручивать руки, фактически требуя создания сепаратистского анклава на территории Украины в виде автономии венгров, которую они всегда пытаются делать с прицелом вообще захватить Закарпатья. Там они, в принципе, никогда не отрицали, что они этого хотят сделать. Дальше, мы должны понимать, что Украина не соответствует махстрийским критериям по экономике. Там 60% долг, государственный долг не должен превысать 60% ВВП. Украины уже приблизительно 100%. 3% дефицита бюджета. Понятно, что сейчас говорить об этом, что это теоретически возможно вступление, я вообще пока не вижу в данном случае. Ну, чисто символически то, что президент Зеленский делает, это очень правильно, потому что показывает, в первую очередь, нашим воинкам, которые борются на фронте, что жертвы не зря, да, что процесс двигается, двигается вперед, что даже если, еще непонятно, как все-таки будет заканчиваться война, даже если какие-то территории Украине не удастся деоккупировать, ну, снова-таки, мы не знаем, они все равно будут считаться частью ЕС, да, и это очень хорошо, все равно люди будут чувствовать, что есть Украина, есть влияние Украины и так далее. Вот, но, как бы, но я в любом случае считаю, что Украине следует сконцентрироваться на вступлении в НАТО, поскольку НАТО дает безопасность, а без безопасности нет экономики. Но это же не взаимоисключающие процессы, можно двигаться в другую сторону. Нет, нет, это не взаимоисключающие, тем более, что критерии НАТО и ЕС, они, в принципе, они где-то совпадают, но мы должны понимать, ЕС не даст никаких силовых гарантий. Мы четко и ясно это тоже должны понимать. Нам, вот то, что делает сейчас Зеленский, это очень правильно, это вот этот вот договор США, они хотят подписать о гарантиях безопасности по формату Израиля, который, вот, наша техника, наши деньги, ваши солдаты. И мы видим, кстати, что это работает без НАТО, без всего остального. Но вот сейчас вот это перед нами стоит, на данный момент. И нам нужна безопасность, в первую очередь, потому что без безопасности, к сожалению, с экономикой будет не очень хорошо, несмотря на все переговоры. А вступление в ЕС, ну, как я вам скажу, готова ли ЕС принять Украину? Потому что страна очень большая. Это не, знаете, Эстонию принимать в ЕС, там, полтора миллиона населения, или даже, там, Боснию, Герцеговину, либо другие поменьше стран. Это огромная структура, огромное количество экономических вопросов, например, связанных с тем же сельским хозяйством. Потому что у нас построена настолько такая вот экономика на экспорте сырья в Шиницу. Видите, какие конфликты только с поляками. У нас сейчас с поляками будет очень много конфликтов, в том числе экономических. Поэтому мы должны настраиваться, в первую очередь, на решения, в том числе, своих внутренних. Проблем диверсификсировать экономику, для того, чтобы она была, в том числе, приемлема для стран ЕС. Потому что там рынки уже поделены, и никто никому отдавать свой кусок не хочет. Поэтому мы должны, конечно же, себя реформировать правильно, все, что делается. Но я бы не настраивался на очень быстрое наступление, потому что, опять же, есть очень много недоброжелателей, в первую очередь, в ЕС, которые не хотят видеть Украину тоже в ЕС. А поскольку все решения в ЕС пока исполняются консенсусом, это означает, что очень много будет перепон внутри самой организации. Да, Украина сделает очень много, но, опять же, все упирается в деньги. Мы это должны четко и ясно понимать. Ну вот, известно также, что европейские чиновники рекомендовали ЕС начать переговоры о вступлении не только с Украиной, но еще и с Молдовой, тоже при выполнении нескольких условий там есть. Вот в Кишиневе не раз заявляли, что они ежедневно ощущают на себе проявление гибридной войны. И вот и Москва, и их беглые олигархи, они объединяют свои усилия, чтобы раскачать ситуацию в стране. И, кстати, вот это было очень видно на последних местных выборах. И вот все эти угрозы возможно устранить только вот сообща с Евросоюзом. Тарас, вот насколько переговоры и будущее в ЕС важно для Молдовы? И как вы оцениваете вот ее шансы на вступление? Ну, смотрите, страна маленькая очень, и у России в действительности достаточно ресурсов, чтобы поменять там власть. ЕС, я не думаю, что сможет помочь. Помочь сможет только Украина. Для этого государство Молдова и руководству Молдовы нужно наконец-то набраться смелости и запросить военную помощь от Украины для уничтожения этого раковой опухоли русского мира, который находится в Пренестровье. Там, в принципе, недостаточно, не такой сильный контингент. Там еще с 15-го года там нет фактически ротации русских военных. Они не могут туда перекидывать технику. Армия в основном состоит из... Там есть русские офицеры, но в основном там служат местные, которым там выдали гражданство российское. А у них обычно, кстати, и украинское гражданство еще параллельно есть, и молдавское, и румынское. Там обычно люди по пять паспортов имеют. То есть без удаления этого раковой опухоли в Молдове, к сожалению, Молдову постоянно будет штормить. Украине это выгодна ликвидация этого анклава, который постоянно угрожает и Одессе, и создает опасность, в том числе для Одесской области. Поэтому, к сожалению, мы видим там в любом случае, что ресурсов у России накачать Молдову есть, пророссийских партий есть, там очень много симпатиков есть. Опять же говорю, страна небольшая, подвержена была в том числе российской пропагандой, там только недавно отключили российские каналы, а так они постоянно ретранслировали все, что нужно. Более того, чтобы вы понимали такой парадокс, там есть все-таки очень много и украинцев, особенно на севере Молдовы, которые живут, многие даже по-украински разговаривают, но у них пророссийские настроения, у них пророссийские настроения, они поддерживают, например, Россию, даже в войне против Украины. Как бы вот такой, к сожалению, парадокс существует в Молдове. Ну а как быстро все-таки Молдова сможет стать полноценным членом ЕС? С учетом, что страна, вы говорите, небольшая, и у кого здесь больше шансов? Ну у Молдовы больше, если они будут это исполнять. Ну опять же, это если они будут работать по тому направлению, по тому алгоритму, то шансы достаточно высокие. Но опять же, если сменится, ну мы же не знаем, какую стратегию возьмет Россия. Россия же может сделать такую стратегию, что давайте поменяем власть Молдове и впихнем еще одну страну, которая будет вести себя, как Венгрия, в ЕС. Ну что они пытались делать, да, и вот на местных выборах пытались. Да, поэтому мы должны понимать разные вещи, какую стратегию возьмет Россия. Если им нужна будет еще одна страна, ВИЭС, которая будет им дополнительно влиять на решение ВИЭС, то они могут отпустить. Если они будут считать, что не надо это делать, то тогда они возьмут и сделают так, чтобы придут пророссийские. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok